МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале Север в студии Алина Ваучейская. Здравствуйте! И вот о чём мы расскажем сегодня. Лицензию частного охранного предприятия «Светогор» могут аннулировать. В ходе проверки окружная Росгвардия нашла нарушение в деятельности организации. 15 предложений за 4 дня. Жители Неницкого округа активно вносят инициативы для включения в 10-летнюю программу развития региона НАО-100. И Нарьинмар готовится к главному зимнему празднику. Окружную столицу начнут украшать к Новому году уже на следующей неделе. Какие сюрпризы ждут горожан и как преобразятся улицы, об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. И в начале выпуска важная информация для жителей окружной столицы. В пятницу 15 ноября в Нарьинмаре ожидается усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. Такой прогноз дает Северное управление гидрометеослужбы. Согласно прогнозу, ночью с четверга на пятницу в окружной столице ожидается снег и метель. Днем 15 ноября будет идти мокрый снег с дождем. Ожидается гололед. Ветер южный 9-12 метров в секунду, порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью установится на отметке минус 10-12 градусов, а днем может подняться до плюс 1. В связи с этим в окружной госавтоинспекции напоминают водителям о необходимости быть бдительными и осторожными. Призываю наших уважаемых водителей быть предельно внимательным при совершении движения на своих автомобилях, при этом соблюдать скоростной режим, а главное учитывать те материологические погодные и дорожные условия при совершении движения. Главное беречь себя и беречь пешеходов. Призываю пешеходов быть предельно внимательными. Ожидается у нас резкое ухудшение состояния проезжей части – это гололед. Естественно, гололед у нас возможно будет создавать условия для совершения дорожных происшествий. Поэтому всех уважаемых участников дорожных движений, водителей, пешеходов, пассажиров призываю быть предельно внимательными и беречь себя при ухудшении погодных дорожных условий. В выходные дни на территории округа сохранится неустойчивая погода. В субботу 16 ноября пройдут умеренные осадки, дождь со снегом, ночью ожидается сильный снег. Местами прогнозируется метель и гололед. Ветер западный 8-13 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха будет варьироваться от нуля до минус 5 градусов. В воскресенье 17 ноября пройдет небольшой снег, местами метель. Ветер юго-западный и западный 8-13 метров в секунду. Температура установится на уровне минус 3-8 градусов при прояснениях до минус 15. Сотрудники МЧС призывают жителей региона быть внимательными и осторожными. И теперь к другим темам. Лицензию частного охранного предприятия «Светогор» могут аннулировать. В ходе проверки окружная Росгвардия нашла нарушение в деятельности организации. Напомним, сотрудник этой организации 31 октября пропустил в детский сад «Сказка» города Нарьинмара неадекватного мужчину, который нанес смертельное ножевое ранение 6-летнему мальчику. В ходе всестороннего изучения деятельности данного предприятия инспекторы регионального центра лицензионно-разрешительной работы выявили ряд нарушений. Собранные материалы проверки будут направлены в суд для решения вопроса об аннулировании лицензии указанной организации на осуществление частной охранной деятельности. В деле о пожаре здания по Няинской 10 нет криминальной составляющей. Об этом стало известно в ходе брифинга журналистов с представителями Главного управления МЧС и Управления гражданской защитой и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого округа. Специалисты ответили на самые волнующие вопросы относительно противопожарной безопасности. В следующем материале все подробности. Неутешительная статистика экстренных служб свидетельствует об увеличении роста пожаров. Так, если в прошлом году количество возгораний равнялось 12, в 2019-м цифра увеличилась на 5. Для малонаселенного региона даже 17 пожаров за один месяц довольно-таки много. Как пояснили в ходе брифинга, это связано с наступлением сезона холодов. Сезонное явление, понятно, что наступление холодов и так далее. Народ начинает пользоваться печным отоплением, электроприборами и так далее. Народ прогревает технику, уже используя какие-то отопительные для загреба автомобильной техники. На самом деле профилактическая работа не прекращается. И сейчас вот с 11-го числа в отряде казенного учреждения, в отряде государственной противопожарной службы, издан приказ об усилении как раз профилактической работы с населением. И со вчерашнего числа уже они проводят соответствующие рейды, профилактику, обход непосредственно подборовых, по квартирные обходы. Что касается уже произошедших пожаров, заместитель начальника главного управления МЧС по Ненецкому округу прояснил журналистам ситуацию по расследованию причин пожара в крупном развлекательном центре окружной столицы. Напомню, в ночь на 22 октября огонь практически полностью уничтожил второй этаж здания по улице Ненецкой. Там располагался фитнес-клуб, игровой комплекс «Лимпопо» и ряд других организаций. У нас по «Лимпопо» приезжал сюда специалист испытательной пожарной лаборатории. Это специалист, она замначальника ИПЛ из Архангельска. Специалист, она очень хороший. Отработали, значит, там мы сейчас на данный момент можем сказать, сейчас готовится испытательная пожарная лаборатория и заключение. Но мы можем сказать только лишь то, что причина не криминальная. То есть там это не связано ни с какими действиями. Значит, никаких третьих лиц. И это, скорее всего, ну это тоже, скажем так, утверждать тут на все 100% мы не можем. Но, скорее всего, тоже это и не связано с неосторожным обращением. Что касается еще одного крупного пожара, который случился в поселке Скателей. Напомним, дом номер 12 по улице Строителей сгорел ранним утром 28 октября. Без крови остались 59 человек. Погибших при пожаре нет. Сейчас дознаватели также устанавливают причину возгорания. По факту этого пожара возбуждено уголовное дело. Значит, и задача этого уголовного по 168-й статистике была. Да, по 168. Да. Основных версий у нас две. Либо это электротехника, либо, значит, это неосторожное обращение с огнем неустановленных пока еще лиц. Значит, и, скажем так, что тоже дознаватели наши на месте работали. Все материалы, значит, все вещественные доказательства, назовем их так, там с места изъяты. Это все соответствующим образом оформлено. И также отправлено уже почтой в испытательную пожарную лабораторию. Так как ИПЛ Архангельской области, мы находимся в сфере ее деятельности. Поговорили в ходе брифинга и о противопожарной безопасности на селе. По словам представителей исполнительного органа власти, в труднодоступных населенных пунктах региона к профилактической работе подключились добровольные пожарные дружины. Кроме того, во всех сельских поселениях Заполярья сегодня созданы пожарные посты, укомплектованные как личным составом, так и необходимой пожарной техникой. 15 предложений за 4 дня. Жители Ненецкого округа активно вносят инициативы для включения в 10-летнюю программу развития региона НАО-100. По поручению главы региона в программу войдут не менее 100 проектов, которые нацелены на то, чтобы существенно изменить экономику и качество жизни северян. Ольга Русул продолжит тему. Сбор предложений для включения в проект НАО-100 стартовал в этот понедельник, 11 ноября. Инициативы разнообразны. Одна из них, например, от жителя Нарьинмара Владислава Выучейского, касается модернизации взлетно-посадочных полос в сельской местности. Сейчас в село округа добраться можно либо вертолетом, что весьма затратно, либо самолетом Ан-2. На сегодняшний момент наши посадочные площадки, которые находятся в деревнях, они могут принимать только самолеты типа Ан-2. И легкомоторные самолеты, у которых взлетная дистанция не более 500 метров. Если мы в соответствии с возрастным кодексом сделаем посадочные полосы 1000-1200 метров, естественно, туда смогут летать и Л-410, и Ан-24. То есть то, что из отчасти, либо импортная техника какая-то. В первую очередь модернизация позволит удешевить транспортные расходы для жителей деревень. Расширить спектр перевозчиков. По мнению Владислава, опробовать проект стоит в населенных пунктах, в которых более 300 жителей. Другие проекты участников программы касаются различных сфер жизни и деятельности региона. Проекты достаточно интересные. Совершенно разнообразен спектр отраслевой направленности. Это и от медицинских предложений до совершенно неожиданных спортивных каких-то объектов, вплоть до мероприятий даже. На сегодняшний день каждое предложение, безусловно, является проектом. Потому что мы не просто будем принимать... Это же не просто заявка, которая так или иначе завершится именно заявочно. Она требует все равно исполнения, финансирования, трудовых каких-то ресурсов. В любом случае это планирование как бюджета, так и, может быть, необходимости выхода на федеральный уровень. Поэтому в любом случае каждая заявка – это отдельный проект, который требует достаточно больших и серьезных затрат совершенно различных, будем говорить, отраслей работы власти. Сбор предложений для включения в проект НАУ-100 происходит на единственной площадке – портале «Народный контроль». Для этого необходимо войти во вкладку НАУ-100 и заполнить необходимые пункты. Это название проекта, цель проекта, ожидаемый результат, предполагаемый охват и краткое описание своего проекта. И, соответственно, по окончанию нажать «Отправить проект». Подать заявку можно с 11 по 25 ноября включительно. После завершения сбора инициатив будет сформирован пул проектов. Сто лучших из них выберут путем открытого народного голосования. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Двум муниципальным предприятиям присвоен статус региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщается на официальном портале окружной администрации. О поэтапной подготовке к переходу Ненецкого округа на новую систему обращения с отходами речь шла на заседании рабочей группы при профильном ведомстве. Участники совещания уточнили готовность к переходу на новую систему и доложили о текущем статусе реализации проекта. Так, в активную фазу выходит работа региональных операторов, комбината по благоустройству и бытовому обслуживанию и «Север-жилкомсервиса». Статус операторов за ними официально закреплен, а значит предприятия могут приступать к работе. В ближайшее время они должны проанализировать объемы предстоящих работ, количество потребителей, услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами и направить соответствующую информацию для расчета тарифов. На сегодняшний день профильными органами власти разрабатывается проект окружного закона о субсидировании тарифов для населения. Напомним, в зону ответственности комбината будут входить Нарьинмар, поселки Искатели, Красное и село Тельвиска. В остальных населенных пунктах на территории Заполярного района будет работать «Север-жилкомсервис». В следующий четверг, 21 ноября, состоится 19-я внеочередная сессия окружного собрания депутатов 28-го созыва. С предложением о проведении внеочередной сессии выступил глава региона Александр Цибульский. Созыв внеочередной сессии обусловлен необходимостью внесения изменений по расходам окружного бюджета и исполнения норм законодательства о налогах и сборах в 2020 году. Поправки будут внесены в региональный закон об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Также окружные парламентарии обсудят проект закона об установлении на 2020 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Ненецкого округа. В проект повестки сессии предлагается включить законопроект о внесении изменений в закон Ненецкого округа о применении предпринимателями на территории региона патентной системы налогообложения. Сессия пройдет в актовом зале администрации Ненецкого округа 21 ноября. Начало в 9 часов. Прямую трансляцию сессии можно будет посмотреть на официальном сайте окружного парламента и на телеканале «Север». Уже на следующей неделе Нарьинмар начнут украшать к Новому году. Муниципальное предприятие «Чистый город» еще летом приступили к закупке новогодней продукции. На сегодняшний день она уже доставлена в Ненецкий округ. Сейчас предприятие планирует докупать некоторые элементы по итогам экономии и по основным торгам. Накануне праздника в учреждение поступит еще около 50 декоративных предметов для украшения улиц окружной столицы. Красивейшие новогодние инсталляции, материалы для них уже доставили в округ, будут радовать горожан по всему Нарьинмару. Декоративные композиции, светодиодные консоли, на уличные фонари их заказано 20 штук. 20 светодиодных гирлянд – это лишь малая толика новогодних сюрпризов для горожан. В этом году мы решили, что мы сделаем порядка 8 различных мест, различных локаций в городе, где будут созданы условия для проведения своих праздников, празднования Нового года. То есть будут построены ледяные горки, будут установлены световые композиции, елки и так далее. Так, чтобы Новый год у нас был не в одном месте, а так, чтобы он был у нас по всему городу. Ну и, безусловно, вместе с коллегами из округа мы заинтересованы в том, чтобы у нас и наша самая главная площадь Мораций, и центр города, площадь Ленина, и вот там, где мы с вами находимся, центральные улицы, они также были в праздничном нарядном убранстве. Добавлю, максимальная цена двух контрактов на поставку новогодней продукции составляет 2 миллиона 337 тысяч рублей. Коллектив Народного театра «Улыбка» Ненецкого аграрно-экономического техникума готовит постановку пьесы «Бомарше» «Безумный день» или «Женитьба Фигара». К премьере реквизит труппы пополнился новыми сценическими костюмами и декорациями, приобрели которые при поддержке компании «Лукойл». Наталья Кислякова продолжит. Ярослав Кокурин уже второй год играет в труппе театра «Улыбка». Это не первая главная роль студента. Чуть раньше юноша играл администратора гостиницы в спектакле «Минтранпаш». Ярослав признается, чтобы лучше вжиться в роль, необходимо точно передать обстановку того времени, которое задумано. А костюмы являются неотъемлемой частью постановок. Они великолепны. Если мы на прошлых спектаклях переодевались в те костюмы, которые мы сами, так скажем, добыли, то сейчас нам выделили деньги и пошили прекрасные костюмы, которые позволяют вжиться в роль и прочувствовать те времена. Для Павла Жукова это первая роль на большой сцене. Юноша еще учится на первом курсе и в труппу пришел не так давно. Впрочем, Павел легко вжился в свою роль. Сейчас намного легче. Благодаря этим костюмам, благодаря мебели мы можем почувствовать себя в той эпохе, в то время. И это довольно нам помогает во время игры в театре. Народный театр «Улыбка» образован в 1993 году на базе техникума. В течение учебного года в труппе занято от 20 до 25 студентов в возрасте от 16 до 24 лет. Театр включает в свой репертуар классические произведения отечественных и зарубежных авторов, а также молодых начинающих драматургов. Коллектив принимает участие в городских окружных международных смотрах и фестивалях самодеятельных театральных коллективов. Наши студенты имеют возможность приобщиться к этому самому элитарному искусству. И не просто, допустим, посмотреть, быть зрителями, но еще и в роли артиста в себя попробовать. А это очень много дает молодому человеку. Это развивает кругозор. Это расширяет лексикон. Это дает возможность попробовать себя в какой-то совершенно другой деятельности. И они лучше начинают говорить, а они себя могут держать перед аудиторией, наступать свободно. И мы это видим. Костюмы для спектаклей коллектив иногда шил сам или же обращался за помощью к коллегам из учреждений культуры. Сейчас ситуация изменилась. В рамках реализации соглашения о сотрудничестве с администрацией округа компания «Лукойл» перечислила средства, на которые закупили мебель, а также пошив костюмов. Сейчас, благодаря спонсорской помощи «Пау Лукойл», наш коллектив обогатился замечательными костюмами, которые позволяют ребятам лучше передать образ, войти в этот образ. Они отражают эпоху. А костюмы, в общем-то, 18 века, 17-го, нам было бы очень сложно изготовить такие костюмы. Видите, они очень качественные. Мы очень довольны вообще вот этим приобретением. Но это не только костюмы, это еще и мебель замечательная, потому что это была очень большая проблема. Премьера показа пьесы «Бомарше. Безумный день» или «Женибе Фигаро» состоится 23 ноября в 18.00. Всех желающих ждут в актовом зале Нинецкого аграрно-экономического техникума. Наталья Кислякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Во Дворце культуры Арктика в самом разгаре подготовка к концерту «Леся» по северу песни одного из самых ярких и самообытных коллективов, сохраняющих хоровое искусство на территории округа – народного хора русской песни имени Вячеслава и Майи Смирновых. В репертуаре артистов собрание песен народов севера, вобравшее в себя старинный русский распев в перемешку с творчеством Вячеслава Смирнова. Традиционно мы завлекаем песней нашей русской, любимой, протяжной, плясовой, лирической, композиторской. В общем-то, мы стараемся сохранять традиции, поэтому сильно много новшеств мы не привносим. Что-то из современного репертуара тоже берем, но все-таки стараемся народную традицию, традицию народного пения оставлять первостепенно, то есть это для нас, поэтому во главе угла. Мероприятие пройдет 16 ноября в 17.00. Билеты в кассах Дворца культуры Арктика. И на этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды, спонсором выпуска которого является группа компании ЛСР. Я же с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok